Ну что ж, ну давайте разберем ваш вопрос. Братик грубит и хамит. Разговаривается со своими членами семьи, как старший с младшими, с атака. Хотя он уже в том возрасте, чтобы понимать, как нужно себя вести. Когда его осуждают, он как истеричка сразу идёт к себе в комнату и отказывается, и считает, что его постоянно недослуженно ругают, как к ним общаться, уже нервы не выдерживают. Ну, во-первых, исходя из текста, не совсем понятно, какой брат старт. То есть вы говорите, что брат себя как старший, наверное, как-то предполагая, что он младший. Брат, в смысле. Дело в том, что если брат всё-таки младший, да, то это накладывает некоторые отпечатки. Если брат именно всё-таки младший. Почему? Потому что здесь мы можем говорить о... избалованности. В первую очередь. То есть, ну, младших детей очень часто балуют. Я думаю, что ни для кого не является это секретом. что балуют младших детей. Вот. И, в общем-то, что это баловство, оно ни к чему никогда хорошего не приводит. Это первое. Это первый момент. Второй момент, на который хочется обратить внимание, да, это то, что вы спрашиваете, как с ним общаться? Ну, вот. Как с ним общаться что-бы-что. То есть, почему в данном случае нельзя общаться просто? То есть, вот, просто общаться. не воспитывая, да, как вы пытаетесь что-то делать. Как вы пытаетесь это делать. Не воспитывая, не призывая к чему-то, не требуя чего-то. Но в то же время демонстрировать свою позицию. Да, то есть, вот, что вы чего-то не хотите, что вы чего-то делать не будете. Вот. Что вам что-то не нравится, что вам может что-то не нравится, и это абсолютно нормально. То есть, ну, общаться, да, не с позиции, вот, какой-то борьбы, которая наблюдается сейчас. Вообще, у меня вот такое ощущение, да, что вы же говорите не про лично свое общение с братом. Вы говорите про общение в целом. это позволяет нам предположить, что речь идет о коалиции. То есть, сформировалась коалиция в вашем лице против вашего брата. и в такой среде, в среде коалиции воспитывается культура, ну, вот, культура такой борьбы. Когда, ну, по сути, получается, что все против меня, да, по сути, получается, что я плохой самый, и так далее. при том, что то, что вы описываете являются манипуляцией, когда человек уходит к себе в комнату и отказывается изменить это манипуляция. А манипуляция эффективна вот тогда когда я знаю, что она сработает. То есть брат как-то вот ваш, он почему-то знает, что его манипуляция она может сработать. Ваш брат знает, что манипуляция даст какой-то эффект, что наводит опять же на некоторую мысль о том, что по-видимому имеет место быть непоследовательное поведение. когда вначале мы вроде бы придерживаемся одной позиции, а потом, когда человек меняет свое поведение, мы придерживаемся другой позиции. то есть например, мы не одобряем то, что он делает человек. Например, мы не одобряем ханство, мы не одобряем грубость, мы не одобряем разговоры вот с высока, но когда этот же самый человек уходит в комнату, отказывается есть, мы начинаем чувствовать, например, чувство вины, допустим, по отношению к нему, или мы начинаем испытывать страх за него, и мы соответственно начинаем проявлять заботу о нем, и любой человек понимает таким образом, что предыдущая позиция, которой он столкнулся, предыдущая позиция, с которой человек имел опыт, она не является крепкой, потому что она меняется, потому что достаточно мне изменить свою модель поведения, и тут же люди отказываются, начинают жалеть, начинают заботиться, и так далее. И для любого человека это в общем-то способ получить то, что ему нужно. Для любого. Вообще для любого человека это способ получить получить какую-то свою ну толику любви, да, толику работы, толику внимания, толику ласки, толику чего-то 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 толику получить. К сожалению, к сожалению, к большому сожалению, но это вот такова реальность, в которой мы живем. То есть, это реальность, в которой мы находимся. К сожалению, опять же, большому, но это правда. и соответственно, чего здесь не хватает больше всего, да, на мой взгляд, здесь не хватает именно вот последовательности. Здесь не хватает последовательности. Необходима последовательность, необходима четкость в ну четкость именно именно вот В поведенческих моментах, в поведенческих аспектах необходима чёткость, если этой чёткости нет, а её в данном случае нет, потому что совершенно очевидно, что брат волнует, а у вас совершенно очевидно, что брат цепляет вас, совершенно очевидно, что есть, ну, знаете как, какое-то внутреннее требование к нему, что, ну, всё, ты должен поступать каким-то определённым образом, вот всё это рождает крайне деструктивную модель поведения. Поэтому здесь прорабатывается в первую очередь реакция на его манипуляции, чувства. Второе, прорабатываются личные границы, третье, прорабатывается направленно на человека. Что конкретно я хочу для человека? Ну, конкретно, чего я хочу для него? Вот. И уже вот как-то исходя из этих моментов, да, уже как-то говорить о том, что делать дальше, да, то есть можно как-то, ну, свою модель поведения, да, криктеров, криктеров. Вот. Вот. Именно. Именно. Именно с расчётом на себя. Вот. Не с расчётом на, ну, там, кого-то, а не с расчётом, там, ну, вот, на людей, вот, а именно, вот, на себя. И вот, собственно, такая вот история, как мне видится. В этом направлении можно и нужно двигаться. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь.